Привет, я Стив Кейли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния-Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание, и с церкви Волна мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневной жизни. Конечно, я поступаю честно, когда это легко. Я всем являю Божью любовь. Всем, кто такой же, как я. Я очень щедр. Я не трачу все на наркотики. Я помогаю другим. И это происходит у всех на глазах. Да, я верю в Божию благодать. Но они меня очень задели. Такое я им не прощу. Когда я работаю над проповедью, то мне интересно знать мнение людей. Я собираю эти идеи и делюсь ими в воскресенье. Вы же понимаете, что было бы грубо, если бы я начал выдавать вам свои идеи без предварительной подготовки. Вы приложили усилия и приехали сюда, и мы не будем проводить на вас эксперименты. Вот почему я так люблю эту церковь. Когда лидерам дается возможность послужить Словом, мы ценим возможность подкрепить вашу жизнь и Божию работу в ней. И на этой неделе я говорил с людьми о теме характер, которую дал мне Бог. Я говорил о характере, и мне постоянно задавали интересный вопрос. Люди, которые не пропустили ни одного собрания из этой серии, спрашивали меня, «Разве тот парень Дерек не говорил о порядочности?» Да, кажется, это было на второй неделе. Но разве порядочность и характер – это не одно и то же? Я понял, что в нашей культуре эти два понятия скидывают в одну кучу. Но на самом деле это не одно и то же. Характер – это морально-этический кодекс человека, но наличие кодекса не означает, что вы живете в соответствии с ним. В нашем городе есть законы, но это не означает, что все соблюдают эти законы. Характер – это морально-этический кодекс, а порядочность – это личный выбор. Личный означает, что вы сами выбрали его для себя. Я с вами в воскресенье утром, но, скорее всего, меня не будет с вами в среду вечером. Порядочность – это личный выбор в пользу постоянных морально-этических стандартов. Вы за мгновение можете овладеть характером, но это не означает, что вы живете порядочно. Потому что порядочность доказывается личным выбором. Регулярным и постоянным. В какие-то моменты порядочным быть очень сложно. Но мы должны минута за минутой делать выбор в пользу высоких морально-этических стандартов. В реальности одно без другого невозможно. Недостаточно просто иметь хороший моральный кодекс. Мы целую неделю говорили о порядочности, а сегодня мы сконцентрируемся на характере. «Верное соблюдение неправильных ценностей разрушит вашу жизнь». Вы можете иметь спорядочность, но если она основана на неправильных вещах, то она разрушит вашу жизнь. Готовясь к этой проповеди, я начал изучать самые шикарные спортивные автомобили. И вот я наткнулся на Maybach Accelero. Эта машина стоит 8 миллионов долларов. И она сделана так, чтобы ездить только на первоклассном топливе. Она не будет ездить на обычном топливе. В нее заливают только лучшее. Подумайте об этой машине. Maybach Accelero. 8 миллионов долларов. И она требует первоклассного топлива. Предположим, что по старой привычке вы заливаете в нее обычное топливо. Вы регулярно следите за тем, чтобы бак был полным. И вы так хорошо ухаживаете за машиной, что не просто не забываете ее заправить, но и не позволяете стрелке опускаться ниже четверти бака. 8 миллионов долларов. Слышали, да? И вы никогда не упускаете шанс заправить свою машину. Это показывает вашу порядочность, постоянство и верность в распоряжении машины. Но вы понимаете, что все эти действия с неправильным топливом вредны для этой машины. А если ей нужно первоклассное топливо, а я заливаю обычное, то я игнорирую тот факт, что я порчу двигатель, хотя делаю это верно и преданно, причем постоянно. Поэтому вам важно иметь не только порядочность, но и порядочность в правильных принципах. Мы должны убедиться, что наша порядочность не мерзкая, а божие. Помните, в притчах сказано, «Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его — пути смерти». Дело не только в постоянстве, но и в том, чтобы постоянно делать то, что правильно. В этом мире, где все боятся сказать своему ближнему, что правильно, а что нет, как христианину узнать, что истина, а что нет, и на каком основании следует строить свою жизнь. «Какое основание крепкое, а какое из песка?» Для меня ответ очень прост. Христианский характер — это думать и жить так, как это делал Иисус. Если ваш стандарт «я», то это неправильный стандарт. Я не говорю, что «я» не стараюсь. Я не говорю, что не пытаюсь быть порядочным человеком, с хорошим характером, но я такой же человек, как и вы, следующее за Иисусом. Это очень важно понять в определении характера христианина. Он определяется не другим человеком, не каким-то учреждением, а Словом Божиим и примером в лице Иисуса. Надеюсь, вы меня слышите. Помашите рукой. Вот как вы можете себя проверить, стал ли я больше походить на Иисуса. Когда я сталкиваюсь с трудностями, то получается ли у меня воспринимать их более достойно, чем в прошлом году? Когда я злюсь, то веду ли я себя так, как Иисус? Могут ли люди посмотреть на вашу жизнь и сказать, «Это последователь Иисуса Христа?» Разве не это означает слово «христианин»? Оно появилось в Римской империи как насмешка и буквально означало «маленький Христосик». Римляне насмехались над Первой Церковью, и поэтому называли нас христианами. «Ты маленький Христос». Ты, конечно, стараешься, но еще не дотягиваешь. Ты маленькая копия Христа. Это то же самое, когда человек еще не профессиональный спортсмен, и мы называем его воскресным воином. По такому же принципу римляне стали называть нас христианами. «Ты всего лишь маленький Христос». Я ценю твои старания. А мне интересно, могут ли люди, глядя на вашу жизнь, без ваших объяснений, сказать, что вы похожи на Иисуса? Или что вы следуете за Иисусом? Могут ли они сказать, что крест делает свою работу в вашей жизни? И, может, вы еще не тот, кем хотите быть? Но уже не тот, кем были раньше. А сейчас я хотел бы вернуться к тому псалму, с которого мы начали. Это 14-й псалом. Я хочу показать вам два пункта, которые отражаются в первых восьми словах. Если в свое личное время вы решите поговорить с Духом Святым о характере, то в таком случае начните изучать именно этот псалом. У нас мало времени, поэтому я рассмотрю лишь половину второго стиха. Это очень важно, потому что это поможет вам создать крепкое основание, на котором вы сможете построить правильный характер. Итак, это строительный материал для характера, а еще это ответ на вопрос Давида. Кто может пребывать в твоем жилище? Кто может жить на твоей святой горе? Иными словами, кто близкий друг Бога? И дальше описан характер такого человека. Первое. Не соглашаться на Мираж смешиванием. Что такое Мираж? Думаю, все мы видели его в субботних мультфильмах в детстве. Мои дети уже выросли, но раньше они любили вставать пораньше, отправляться в гостиную и смотреть мультфильмы. А я помню, как в детстве смотрел все выпуски Тома и Джерри. И там тоже был Мираж. Но Мираж — это оптическая иллюзия, созданная атмосферными условиями. Это то, что кажется реальным из-за того, что происходит вокруг. Но на самом деле не является реальным. В нашей культуре мы постоянно видим миражи. Мораль и атмосфера современного общества пытаются нарисовать жизнь, которая выглядит хорошо. Но как только вы соглашаетесь на нее, этот сон исчезает, и вы оказываетесь рядом с Фредди Крюгером. Мираж лишь кажется настоящим, но в нем нет ничего настоящего. Вспомните старые экспедиции. У человека заканчивается еда и вода. Все члены его команды уже умерли или где-то потерялись. Он пробирается через пустыню, и он уже при смерти. Но что же он видит вдалеке? Вдруг. Вода и Азис. И что же он делает? Начинает бежать туда. Он собирает остатки своих сил, чтобы добраться до этого водоема. Но это всего лишь мираж. Там ничего нет. И он понимает, что отдал последние силы ради такой же кучи песка, которая осталась позади. У вас в жизни были подобные ситуации когда-нибудь? мир пытался убедить вас в чем-то, и когда вы это заполучили, то почувствовали ту же пустоту, что и до этого. Со мной так было. Я попадался в эту ловушку. Если вы хотите иметь характер, то вам нужно вести войну со смешениями, потому что вы не получите Божьи обетования, используя мирские методы. Они приходят только через его слово. А вот почему во втором стихе 15-го псалма сказано так. «Тот, кто ходит непорочно». Вот как, по мнению Давида, можно иметь близкие отношения с Богом. Такой человек должен ходить непорочно. Возможно, вы думаете, «О, ну опять заговорили о непорочности и порядочности». Ты же обещал говорить о характере. Ну, я так и делаю. Это еврейское слово было переведено как «непорочный» или «порядочный». Но его истинное значение чисто и без пятна и без порока. Иными словами, речь о человеке, который ходит с чистым кодексом. Он знает, как правильно, а как нет. Когда он приходит на работу, то его не сбивают с толку действия других людей в этой сфере. Он следует тому компасу, который Бог поместил внутрь него. Такой человек говорит, «В моей жизни я не буду ничего смешивать». Наша серия называется «Человек в зеркале». Надеюсь, вы ее помните. Когда придете домой, посмотрите в духовное зеркало и честно спросите себя, «Где в моей жизни есть такое смешивание?» Возможно. Оно в том, как я воспитываю детей, или в том, как я люблю жену. Я хочу иметь близкие отношения, но я также хочу продолжать смотреть в интернете то, что я смотрел. Я хочу рассказывать ему обо всем, но я также хочу поддерживать эмоциональную связь с другим человеком. Я хочу следовать за Божьей мечтой, но я не до конца уверен в том, что хочу ему довериться и выйти из этой лодки. Поэтому я буду делать все по-своему. И, надеюсь, из этого что-то выйдет. Скажите, где в вашей жизни есть это? Такое подобное смешивание. Давид говорит, «Если хотите иметь правильный характер, то избегайте миража смешиваний». Такое смешивание говорит, что Бога недостаточно, и обетования Иисуса не помогут. Да, на самом деле Бог не знал, что делает, когда творил вас такими. Если вы хотите иметь успешную жизнь, то к этому нужно что-то добавить. Бог желает благословить вас, но он не очень-то и понимает, что такое жизнь в 21 веке. Бог немного старомодный, покачает его обетование. Бог понятия не имел, как сложно найти жену или мужа в 21 веке. Если бы он жил в наше время, то был бы не таким строгим. Он бы понял, что перед покупкой товар нужно опробовать. Мы немного поиграем с семью, чтобы понять, подходим ли мы друг к другу. Это уже смешивание. Давайте жить в соответствии с Божьими принципами. Почему? Потому что Слово Божие вне времени, а мы живем во время, у которого свои тенденции, свои особенности. Теологи называют это духом времени. У каждого времени есть свой дух, свой взгляд, мировоззрение. Если вы живете в соответствии с этим мировоззрением, то будете обмануты этим временем. Но если мы хотим Божий результат, нам нужно жить по Божьим принципам. Именно так мы будем достигать Небесного Царства. Давайте будем жить не по принципам этого мира, а по Божьим принципам. Иисус рассказал нам историю о блудном сыне. Это Евангелие от Луки, 15 глава. Этот сын взял свое наследство и растратил на вещи этого мира. Аминь. Хорошо, давайте посмотрим и прочитаем этот отрывок. У одного человека было два сына. Младший сказал отцу, «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Поймите, что смешивание всегда будет растрачивать наследие, которое Иисус имеет для вас. Если вы согласитесь на смешивание, то в итоге у вас останется меньше. Если вы пытаетесь заигрывать с ним, думая, что вы достаточно умны, чтобы выиграть... Мой отец играл в азартные игры. Он проиграл все деньги нашей семьи, а также взял полмиллиона у своей компании и тоже проиграл. Попал в сутки, наша судебная система расправилась с ним по всей строгости. Но одному я все-таки научился у отца. Казино всегда выигрывает. Если вы будете играть в азартные игры с миром, то он всегда будет выигрывать. Как бороться со смешиванием в жизни? Не спрашивайте. Как близко я могу подойти к миру? Спросите себя, живу ли я в полноте Божьих обетований? Вот как мы можем избежать миража смешивания. У меня нет времени, чтобы дочитать вам притчу о блудном сыне, но что же сделал блудный сын? Он вернулся к отцу и сказал, «Папа, я облажался». И отец не осудил его. Он посмотрел на него и сказал, «Давай веселиться». «Мой сын пропал, а теперь нашелся». Если вы понимаете, что в вашей жизни есть смешивание, то что же вам делать? Сразу же приходите к Иисусу. Не нужно прятаться, притворяться или пытаться привести себя в порядок. Вот в чем благая весть. Бог говорит, «Я видел, где ты был и что ты делал, но это не меняет моих планов на тебя. Просто приди ко мне, но со всем своим сердцем мы должны не давать жизни размывать ваши мотивы». Это второй пункт на сегодня. Не позволяйте жизни определять ваши мотивы. У вас было такое, что обычный момент в жизни превращался в соревнование? Вы просто идете по улице, и вдруг что-то происходит. Например, каждую неделю у нас проходит собрание для служителей. Это прекрасное время, когда вся наша команда фокусируется на одной и той же цели. И вот однажды мы пришли на это собрание, и там не было столов и стульев, а только волейбольные сетки и мячи. Все входили и смотрели друг на друга, не понимая, в чем дело. Кто-то даже начал перекидывать мяч, другие люди просто собирались в круг и общались друг с другом. И вдруг пастор Джош подъехал на своем скутере и сказал, сегодня у нас Олимпиада для служителей. Все, кому меньше 35, переходят на эту сторону, а те, кому больше 35, на ту сторону. Я не знаю, что произошло, но во мне сразу же поднялся соревновательный дух. Я подумал, я ни за что не проиграю поколению Халива. По другую сторону сетки стоял пастор Лерри и показывал мне, тебе конец. А я смотрел на него точно так же. И вот мы начали играть. Поколение Халива выиграло, но это не так важно. Я уверен, что они мухлевали. Кстати, сейчас прозвище Дэйва Хома техасский Питт. И за той самой подачей. Это была настоящая бомба. Я подумал, вот я опозорился, у меня какое-то странное настроение сегодня. меня больше поразило то, как быстро меняются мои мотивы. В один момент я просто общался с коллегами, а в следующий момент я готов был сражаться до смерти с Гаем, Тахенчиком. Что же произошло? Мой мотив изменился. Я позволил кому-то изменить его для меня. Жизнь будет очень быстро менять ваши мотивы, если вы ей позволите. И мне нравится, что дальше в 14-м псалме сказано, что человек с характером поступает праведно. И слово поступает использовано на иврите в очень интересном времени. Это дейпричастие настоящего времени. То есть человек будто бы навсегда застрял в настоящем времени, и эта часть его естества всегда была и будет такой. Его мотив, фокус и желание устремлены на Царство Божие. Такой человек желает, чтобы воля Божия на небе начала действовать на земле. Он не меняется и не переключается. Он не смотрит на быстрые схемы с изменением морали. Он не смотрит на новости или на спрос. Он не смотрит на то, что происходит вокруг с мыслью «Наверное, Иисуса недостаточно». Нет, Он говорит, «У меня есть мечта, мотив и драйв, и это не для меня, а для его царства и для его славы. А я хочу жить ради вечности в этом мире, где все боятся сказать своему ближнему, что правильно, а что нет. Как христианину узнать, что истинно, а что нет. И на каком основании следует строить свою жизнь только на Иисусе. Аминь. Молюсь, чтобы это слово было в вашу жизнь сегодня. Вас удивит то, как Божье слово действует в повседневной жизни. Сейчас хочу обратиться ко всем, кто слышал это послание. Сегодня я обращаюсь не к тем, кто просто находится в церкви, в здании, я обращаюсь лично к вам, где бы вы не смотрели эту программу. Я хочу задать вам вопрос. Вы знаете Иисусом? Являетесь ли вы христианином? Переживали вы когда-нибудь личную встречу с Иисусом? Я хочу помолиться. Может, вы однажды уже молились этой молитвой, но вы знаете, что вы уже не живете для Бога так, как раньше. Тогда давайте помолимся вместе. Просто скажите, Господь Иисус, я прошу тебя, приди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю тебя, как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой молитвой сегодня, может, в первый раз, а может, вы просто захотели снова посвятить свою жизнь Христу, я бы хотел, чтобы вы связались с нами. Вся необходимая информация находится на экране. Просто скажите нам, что вы помолились сегодня этой молитвой, напишите нам на почту stevekelly.tv. Если вы скажете нам, что приняли такое решение, я бы с огромной радостью отправил вам подарок совершенно бесплатно, просто чтобы поздравить вас с тем решением, которое вы сегодня приняли. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. Бог создал тебя не для того, чтобы ты просто занимал здесь место. Иисус был распят на кресте и воскрес из мертвых не для того, чтобы мы сдавались и просто выживать. Мы будем процветать во славу Иисуса Христа. Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Господь, я буду идти вперед, я не буду стоять на месте», вы получаете поддержку с небес. Небеса будут всегда рядом с вами.